Привет, бро! С тобой Воблер, и ставь лайк за 2 секунды, если ты умеешь ставить лайки. Считаю. Раз, два! Молодец, бро! Что ты успел поставить лайк? Ты реально крутой чувак! А мы сегодня с тобой продолжим здесь эволюцию бегуна, где наш бегун трансформируется в разные транспортные средства, должны проходить уровни, побеждать своих соперников, а также зарабатывать валюту для постройки своего города. Это одиннадцатый уровень, и сейчас у нас подбираются транспортные средства. И давай, поехали! Выбираю машину! Быстро самолет! Теперь машина! Велосипед! Едем очень быстро, нас никто не сможет догнать! Быстро машину! Жжжж! Быстро велосипед! Бро, пиши в комментариях, у тебя вообще есть дома велосипед? Ты умеешь ездить на велосипеде или нет? А ты умеешь летать на самолете? Ха-ха-ха! Шучу! Давай, быстро едем! Снова велосипед! За нами уже гонятся соперники, они могут нас победить. Машина. Вау, я лечу, ничего себе. Где же финиш? Выбираем велосипед, поехали, потому что здесь шипы, главное не упасть. Снова машина, снова велосипед. И вот финиш на машине, да, победа. Круто, дальше мы с тобой откроем какой-то автобус на лыжах. И вот города, где мы с тобой строим свои магазинчики для того, чтобы зарабатывать деньги. Есть у нас туалет, который тоже приносит валюту. Не смейся, бро, потому что туалет это тоже бизнес определенный. Теперь соберем деньги из пиццы. Мы строили эти магазины в прошлом ролике. А сегодня мы построим новое строение на новой местности. Сначала давай мы здесь пробежим, я тебе покажу, что мы здесь построили, если ты не смотрел прошлый ролик. Конечно, там и гонки прикольные были. О, что это такое? Не хватает денег. 95%? Давай, и что тут у нас? О, бургеры будут вкусные, ам-ням-ням. Вот наш прошлый город. Нормально денег они здесь заработали. Да не, мало на самом деле. Побежали дальше. Бежим. Здесь у меня тренажерный зал, бро. Люди здесь занимаются спортом, а также восстанавливают свое здоровье. Может, после каких-то травм. Прикольно. Давай, побежали. Это что такое? Смотри. Танцы. Я не буду комментировать происходящее здесь. Просто танцы. Дискач какой-то посреди поля. Вот деньги. Много денег. Да, здесь мы с тобой все уже строения построили. Вот сейчас соберем валюту. Смотри, сколько здесь у нас денег. Можно сюда периодически заглядывать, чтобы все собирать. Больше, в принципе, не надо ничего строить. А вот снова деньги мы заработали на мороженом. Все. У нас также есть новая карта. Какая-то зимняя. Но тут постройки очень дорогие. Уже надо 2900 игровых долларов. Снова тренажерный зал. Также мы здесь можем прокачать скорости нашему персонажу, машине, самолету и другим нашим транспортным средствам, которые мы используем в игре. Но я и так побеждаю. Зачем мне это делать? Потому все круто. Есть обычный скин желтый, а можно выбрать скин спайдермена. Конечно, давай возьмем его. Вот у меня есть скин. Этот скин никаким образом не влияет на то, как мы бежим. Но все же, велосипед! Машины нету, велик? На велике по ступеньках невозможно ехать. Давай, велик, давай, 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 еще! И тут велосипед. Можно просто на велике ехать, и все будет четко. Он проедет по любой дороге. Давай, на лодке будем лезть. Нет, не лезет. Шучу, конечно же. Мы и так все тут успеваем. Едем, едем. А вот лодка теперь нам пригодится. Давай! Гребем веслами! Гребем, гребем! Гребем, гребем! Бежим! Гребем! Я даже бежал по воде! Ничего себе! Флэш тоже может бегать по воде, если разгонится до определенной скорости. Давай, лезем теперь. Я же спайдермен! Воблер! Человек-паук! На самом деле, не надо, чтобы никого кусали пауки, потому что спайдерменом ты не станешь. Но вот умереть можно, потому что пауки бывают ядовитые. Я по воде бежу! Это нормально? А зачем мне лодка, если я бежал по воде с нормальной скоростью? Нажимаем play. Теперь нам предлагают скин Наруто. Ну что ж, Наруто, давай покажи, на что ты способен. Тринадцатый уровень! Круто! Боевая машина! Я бегу-бегу! На машине еду! Машина с пулеметом! Теперь бегу! Хотя можно здесь и на велосипеде ездить, на самом деле. Еду-еду-бегу! Снова еду! Зачем мне самолет? А, вот самолет, чтобы наверх подниматься. Хотя я могу и так лезть. Смотри, еду. Ну, а ну, самолет, полетели. Самолет так же поднимается, как и человечек лезет. Смысл от самолета? Ну, давай, поехали, машина! Я чуть не упал. Давай, лопаем шарики! Едем, едем, едем! Я нормально оторвался от моих соперников. Ничего себе, бесконечная лестница! Поехали, побежали. Да он нормально бежит. Давай, дружище. Включаем машину. Она лопает шарики. Бегу! Наруто, беги! Включай самолет. Хотя, на самом деле, здесь и человечек мог бы залезть. Давай, человечек, беги. Пусть лезет. Тренируй свои мышцы. И вот финиш! Я очень быстро прошел эту трассу, потому что оторвался от соперников на приличную дистанцию. Ничего себе, мне предлагают какого-то ниндзю за ролик. Давай, возьмем этого парнишку. Уровень номер 14. Конечно, нам нужен танк. Вот танк едет, смотри. Разбивает все на своем пути. Это супер-мега танк. Здесь даже динамит. Он выдержит, потому что у него есть броня. Выбираем машину. Ничего себе гора. Куда мы едем? Так, бибикаем, конечно, по дороге. Давай, ползи, ниндзя. Так, машина ниндзя, не того выбрал. Давай, беги, дружище. И вот, время пришло для танка. Он едет. Все уничтожает на своем пути. Крутой танчик. Давай, дружище. Вот он едет. Давай, давай, еще. Теперь можно уже бежать. Это финиш. Победа. Сто процентов. Мы просто бы открыли эту тачку. Непонятно, зачем машине лыжи? То есть мы будем теперь по снегу кататься? У нас есть 5610 игровых долларов. Давай просто бы построим здесь новое строение. Вот за 2100 сейчас мы сделаем новую кафешку. Давай, строим, строим. Прикольно. Продажа шариков. На этом тоже можно заработать деньги. Так, здесь мы забираем. Что мы еще тут не построили? Давай посмотрим, где есть свободная площадь. Я заодно с тобой пробежимся. Заберем деньги, которые заработали наши магазинчики. Да, я бизнесмен воблер. Построил шарики. О, да. Туалет тоже приносит деньги. Эта карта полностью построена. Теперь мы с тобой можем вернуться на нашу первую карту. Посмотреть, что здесь по деньгам. Денег они почему-то мало заработали. И это мне не нравится. Так, еще давай. Как раз мы сможем построить еще одно здание на новой карте. Так, где у меня еще тут деньги можно было бы собрать? А вот аттракцион. Надо сюда больше людей подвезти. Надо организовать автобусы. Потому что, возможно, никто не знает, что здесь есть такой прикольный городок, где можно развлечься. А вот снежная карта. У нас здесь ничего не построено. Смотри, 3100 долларов. И сюда добрался этот стикмен-танцор. Здесь надо 2900 игровых долларов. Все, деньги закончились. Уходим отсюда. Пришло время поездить на нашей новой машине. Машина-снегоход. Едем сначала на велосипеде. Едем, едем. Вау, лечу на самолете. Давай, снова лечу. Теперь выбирай велосипед. Он быстрый. А зачем нам снегоход? А вот машина, смотри. Это снег? Где мы едем? Это снег с какими-то кирпичиками. Велосипед. А велосипед по снегу еле-еле едет. Понятно. Поехали. Здесь велосипед. Давай, крутой. Гоночный велосипедик. Давай, самолет. Полетели. Так, велик все-таки. Велик, только не переворачивайся. Велосипед перевернулся. А что здесь? Можно перевернуться? Самолет. Велосипед. Ну, я оторвался нормально. Без прокачки. Зачем здесь вообще прокачиваться? Я не понимаю. Теперь едем на лыжах. Прикольный автобус. На лыжах. Велосипед. Бро, сверху есть шкала, где мы находимся. Где наши соперники? Я вообще оторвался на полкарты. Это как? Что там за нубики против нас играют? Дальше лодка. Так, лодка у нас уже была. Я заработал только что 3000 долларов игровых. Нормально. Там в конце каждого уровня есть иксы, икс2, икс3, икс5. Я как раз выбил икс5. Круто, повезло. Сейчас мы прокачаем здесь новое строение. То есть у нас три города здесь. Возможно, это максимальная постройка будет в игре. Потому что я вижу, что лодка повторяется. Потому что лодка у нас уже есть. Зачем нам еще лодка? Аттракцион. Хорошо. Сколько мы можем получить денег за ролик? 600 игровых долларов. Да это мало. Я лучше уровень пройду? Капитан Америка. Нет, ты мне не нравишься. Будем бежать обычным стикманом. 16 уровень, бро. Бежим. Едем. Да бежим. Не то я выбрал. Едем. Так, лодка у нас есть. Зачем нам лодка еще одна? Почему разработчики игр просто не могут сделать конец игры? Зачем они берут и делают одни и те же уровни? А также одни и те же транспортные средства. Но это не только в этой игре. Это в множество играх так происходит. 16 уровень. Мы в принципе едем. Так, кто-то нас догоняет. Ничего себе. Плывем, плывем. Давай, давай, дружище. Бежим. Вот чувачок красный где-то сзади. И остальные меня догнали. Где финиш? Мне нужно оторваться от них. Велосипед, поехали. Давай, быстро, быстро отрываюсь. Нормально. Где же лодка? Неужели я проиграю? Я не должен проиграть. Ну, поехали. Велик. Быстрее. Кручу педали. Устал. Устал жать кнопку с правой стороны. Давай, поехали. Поехали. И вот финиш. Да. Долгожданная победа. И, конечно же, 50% нашей новой лодки. Новой старой лодки. Я только что за Х5 выбил 2100 игровых долларов. Дело в том, что здесь прокачка сложнее, дороже, а денег дают все меньше и меньше. Это означает, что мы с тобой уже или прошли игру, или подходим к ее завершению. Но нам надо прокачать здесь город, а также пройти еще парочку уровней. Если после лодки будет транспортное средство, которое уже у нас есть, значит, можно сказать, что мы прошли игру уже. А дальше проходить уровни нет смысла. Это прачечная. Мы прачечную еще не строили. Тут тренажерный зал должен быть. Сверху еще какое-то строение. То есть нам надо два строения построить. И все. Я перешел на край карты и вижу другую карту. Я хочу перепрыгнуть это ущелье. Смотри. Здесь земли находятся рядом друг от друга. Сейчас будет по-любому лыжный транспорт. Да. Поехали. Они на машине едут по снегу. У них резина летняя. Ого, здесь уже поезда. На самолете. Поехали. Теперь летим. Теперь едем. Давай, давай, давай. Теперь что их делаем? Едем тоже. Теперь скользим. Ого, на самолете. Давай, самолет, перелетай. Машина. Мои соперники дышат мне в спину. Они вообще рядом. Я могу проиграть? Я не должен проиграть. Я должен быть победителем. Давай, давай, давай. Какой парашют у нас самолет выпал? Выбирай машину. Финиш. Давай. Победа. Я в шоке. Я чуть не проиграл, бро. Ты видел? Впервые соперники подобрались ко мне так близко. Я только что за Х5 получил полторы тысячи долларов игровых. Вот это да. Изначально было три тысячи долларов. Потом две сто. Теперь полторы. Игра хочет любыми способами задержать меня в игре. И таким образом платит меньше денег, чтобы я дольше собирал на строение, которое мне нужно купить. Да, хитро. Но таким образом нас не одолеть. Потому что мы уже подходим к финалу, бро. Уровень номер 18. Погнали. Машина. Так, велосипед быстрее едет? Да, велосипед. Давай, дружище, вырвайся вперед. Тут у нас велосипед, танк и бронированная машина. О, велосипед. Ну, перевернулся. Едь, дружище, едь. Он катится. Машину выбираем. Теперь танк. Давай, танк, вперед. Я не первый. Я первый, не первый. Едем, едем. Я могу даже проиграть. Да одна мысль, что я могу проиграть, меня пугает. Давай, велосипед. Я не проигрываю. Я даю просто противникам шанс. Я шанс даю им. Я не проигрываю. Давай, 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 давай. Поехали. Поехали, дружище. Динамит. Сейчас выбираем велосипед. Велик, погнали. Крутим педали быстрее. Надо туда аккумулятор поставить. О, велосипед катится. Поехали, велик. Да что такое? Почему он переворачивается? Надо машину выбирать. Потому что как-то велосипед переворачивается при падении сверху. Ну, давай, финиш. Да, я первый. Круто. Лодку мы сейчас забираем. Посмотрим, что после нее будет. И, возможно, бро, это конец игры. Девятнадцатый уровень. Бро, сейчас эта гонка определит вообще исход этой игры. Мы будем продолжать дальше играть. Или это последняя гонка и конец. Сейчас мы увидим. Главное, до финиша добраться первым. Потому что соперники очень какие-то быстрые становятся с каждым уровнем. Потому что я же не прокачиваю здесь ничего. Я и так, на самом деле, удивлен, что я дошел до девятнадцатого уровня без прокачки. Так, самолет, лодка. Не то я выбрал. Машина. Теперь снова самолет. Снова машина. Едем быстро. Сейчас прям в воду заезжаем. Едем по воде, теперь плывем. Мы половину пути проехали. Ничего себе, двойной поезд. Вижу такое впервые. Признаюсь, что-то новенькое в игре. Давай, давай, едем очень быстро. Берем лодку. Плывем. Теперь едем. Вот уже финиш. Я его вижу. Да, финиш. И прошли с тобой девятнадцатый уровень. Квадроцикл. Это новая тачка. Блин, играем дальше. Уровень номер двадцать. Бро, признаю, что игра меня удивила. Не ожидал я здесь увидеть квадроцикл. Я думал, что все уже. Игра пройдена. Техника здесь вся открыта. Но нет, оказывается, еще квадроцикл. А зачем он нам нужен? Какие там вообще будут препятствия? Я даже не знаю. Лечу на парашюте. Выбираем машину. Теперь танчик. Давай, танчик, вперед. Разрушай все эти огромные ведра с красками. Теперь динамит. Ты сможешь, танчик. Давай, едем, едем, едем. Теперь так едем. Теперь летим. Ууу, я лечу. Едем. Амитанк. О, ты видел. Я просто сверху смог только что проехать. Может, не надо было выбирать танк. Может, надо было просто пролететь это все на парашюте. Хорошая идея, на самом деле. Выбирай машину. И вот уже финиш. Да, я первый. Но рядышком только что красный был. Сорок процентов квадроцикла. И вот, бро, открыли с тобой квадроцикл. Просто я только что взял и прошел эти уровни по-быстренькому, потому что уровни там повторялись. И сейчас посмотрим, как же он быстро едет. А также достроим сейчас с тобой город. У нас есть 6364 игровых доллара. Давай достроим с тобой тренажерный зал здесь. Вкидываем наши заработанные деньги. Сейчас посмотрим, какие же у нас будут новые препятствия. А также посмотрим, что за тачку нам предложат прокачивать. Так, тренажерный зал готов. У нас есть 5000, а здесь было самое дорогое строение. По-моему, 3300 игровых долларов. Да, вот оно. Это пицца-шоп. Пицца-шоп готов. Прикольный. Давай посмотрим, что еще можно построить. И надо ли вообще что-то строить. Так, бежим здесь. Тут у нас все построено. Ого, сколько денег. Давай деньги. Вот это парнишка насобирал. Или девчонка кто это? Непонятно. Так, здесь у нас есть деньги. А также есть две прошлые карты, где мы тоже можем с тобой собрать игровую валюту. Да, бро, мы с тобой построили все здесь строения. Уже уровень 24. И вот, бро, квадроцикл. Должно быть какое-то бездорожье. Пока что выбираем велосипед. Ты вот, смотри, какие большие камешки. Да, давай, квадроцикл вперед. Ничего себе булыжники. Нормально. Выбираем велосипед. Едем быстро. Едем, едем. Давай, давай. Лодка. Плыви. Теперь еще велосипед. Поехали, поехали. Квадроцикл хорош. Смотри, какой прикольный. Вот это тачка. Давай, тачка. Вперед. Так, здесь она не едет. Ого, я вообще оторвался от соперников. У них нету квадроцикла. Что за нубики? Смотри сверху, бро, на карте, где они застряли. Они вообще стоят на самом старте. Они нубики какие-то. Может их подождать? Я на квадроцикле буду ехать. Вот смотри. Как он же быстро едет по бездорожью. А как, он может плавать? Он плывет под водой. Может быть, это подводная лодка, не квадроцикл. Квадроцикл. Давай, 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 дружище, ты смогешь. И вот финиш. Дальше мотоцикл. Я думал, что уже все, все закончилось. А игра не перестает меня удивлять. Ну что ж, бро, давай я сейчас за одну секунду открою мотоцикл. И вот он, бро, мотоцикл. Я прошел только что еще четыре уровня, чтобы его открыть. Посмотрим, на каких трассах он будет использоваться. На карты сюда можно уже не заходить. Все строения мы построили. Собирать дальше валюту здесь не нужно, потому что куда же ее будем тратить? Теперь осталось только открывать новые виды транспорта. Ну где же наш мотоцикл? Мотоцикл, поехали! Ой, какой он медленный, бежим! Были такие здесь уровни, где я проходил, чтобы открыть мотоцикл. Где мне приходилось огромное пространство просто бежать. Почему мотоцикл еле-ле едет? Что за прикол? Человечек бежит быстрее, чем мотоцикл. Так, здесь мотоцикл. Он вообще не едет. Я не понял, что это за шутка какая-то? Где же мы его должны использовать? Если человечек бежит быстрее, чем мотоцикл. Вот это прикол, бро! Он не едет! Вот это да! Я шокирован этим открытием. Где же его применять? Ну это же мотоцикл. У него аккумулятор сел, или бензин закончился, или что-то за мотоцикл такой. Где человек бежит быстрее, чем он. Едет. Ну вот, смотри. Он не едет. Может мне надавить? Как ты, дружище, потолкнуть? Это шутка жесткая. Ну здесь он тоже не едет. Он вообще нигде быстро не едет. Человек везде бежит быстрее. Вот это прикол! Я в шоке. Вот это кто-то пошутил в игре. Открыли мотоцикл, который не едет. Вообще гониво какое-то. Так, ну что, бежим? Или это только у меня он не едет, а у всех он едет нормально? Не могу понять. Ладно, плывем. Хорошо хоть лодка плывет. Человечек бежит, лодка плывет, мотоцикл просто стоит. Как картинка. Я его проходил, открывал, открывал, а он не едет. Прошли с тобой 29 уровень, а дальше джип. Этот джип тоже не будет ехать? Сейчас за секунду открою и посмотрим. Бро, хочу тебе показать прикол в игре. Я прошел еще уровень и был у меня здесь 40% джипа. Я прошел еще один уровень и уже должно быть 60%. И думаю, покажу тебе, как вообще джип здесь ездит и уже завершу ролик. Мне показало минус 520%. Как это минус? Что за штука такая непонятная? Какой минус? Значит, это конец игры. Бро, мы с тобой игру прошли, потому что здесь показывает четвертый уровень. У нас был 29 или 30. То есть в игре получается всего 30 уровней. На этом она заканчивается. Ну что ж, бро, с тобой был Воблер. Оставайся на канале, смотри другие ролики и скоро увидимся. Пока.